МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вероямности поколения у молодь у Гомельска и в области заклала ландшафтную композицию каля монумента дружбы. Виват музыка. Областная филармония у Рачиста открыла новый концертный сезон. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Промая телефонная линия. Особистый прием грамадзян из встречи с працованным коллективом. В сегодняшнем рабочем графику старшине Гомельска облвыконкама Геннадия Салауя основный час был отведен на ведванию Светлогорска. За ходом поездки сочили наши корреспонденты. Светлогорск – город молодый. Такий статус он отримал только в 1961 году. Сегодня тут проживают около 70 тысяч человек. В целом по районе крыхуз выше 80. Бадай самая значная социальная проблема – один из самых низких в области коэффициент народжальности. И самый высокий покажек скасования шлюбу. Хоть хвалюя людей, не только демографичная ситуация. В этом году у райвыконками зарегистровали амаль 500 заворотов. Мясовые улады разглядели у всех без выключения. Райсполком работает с обращениями в соответствии с действующим законодательством. В основном работа направлена на исключение волокиты. Особое внимание обращается на сроки рассмотрения обращений и полноту ответов. Граждане в основном, в большей части, обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Это порядка 55% обращений. По час прамой телефонной линии, гэтые пытания уздымались так само. Причим, звертались до керовника региона не только жихары Светлогорского района. Гамельшане попросили побудовать новую школу в Новобелецком районе. Жихарка Калинковича уэллишись, что у ЕЕ повинна быть больше высокая пенсия. Жлобенчанка просит разобраться с процессом подрыхтовки у города дать апляльного сезону. На некоторые пытания старшиня облвыконкам Агенат Соловей отказал одразу, остатние взятые на контроль. Опрашатого по словам керовника региона, для больше оперативного вращения питания мясового значения, с наступного года на Гамельшане будут затверждаться так званые бюджеты развития, якими будут затверждаться мясовые органы улады. Наша задача у госполкома, в первую очередь, дать возможность руководителю района определять расходование тех или иных средств, которые будут иметься, на первоочередные и первостепенные задачи, которые на сегодняшний день вырисовываются, и проблемы. Поэтому мы на следующий год закладываем каждому району бюджет развития, чтобы руководитель района первоочередную вот эти проблемы мог снять. Ещё один зворот до Геннадия Соловья вероходно завершится масштабным службовым расследованием. Директор фермерской господарки просит принять меры до керавництва Чачерского спецлезгаза по причине невыконания предприемством договорных обовязательствов. Фермер у Вогули Пиракананы. Ситуация в районе по травмою вмешательства губернатора. Есть предприятия, которым 25 кубов нужно в месяц. Кому-то 100, ИПшникам, маленьким предприятиям, ремеснику нужно 5 кубов. Он вынужден на береже-то купить. Всех директорам лесу заброшались. Но почему-то лоты выставляются по тысяче, по две тысячи кубов. Никто в районе этого не купит. Кроме двух предприятий, как я называю, чисто только своих. И почему-то только в Чачерском углевосходе выставляется оплата за эту за тысячу или за две тысячи кубов за один-два дня, за весь объём после сделки на бирже. Моя сторона закон. Я очень жёстко разберусь. Я рассмотрю вопрос о целесообразности данного руководителя нахождения, за что он за оплату получает. И вот это непосредственно функциональная обязанность. Мы разберёмся, я всё пройду. И договорные обязательства, мы всё юристов поднимем, мы всё поднимем. Ситуация, в которой поведомили члены Содоводницкого товариства, у Светлогорскими райвыконками добро ведомая. 35 лет тому, по неведомой теперь причине, мясовые улады выделили участки под линией электропередач. Тогда дозвол был отриман на 5 лет. Потом этот термин постоянно протягивался. Сегодня энергетики категоричные. Займаться Содоводництвом в небеспечной зоне Нельга. Да, раньше были такие законы. Поэтому и земля так попала. Никто претензий не предъявлял. На сегодняшний день у нас всё жёстко выстроено на том плане, чтобы безопасить всех. Рабочая поездка старшиней облывыконками Геннадия Соловья у Светлогорск завершается с устречой с коллективом целлюлозно-кордонного комбината. У свой час тут было выращено выдавать завод белиной целлюлозы. А лезамежная компания полностью проект не реализовала. Работы завершат белорусские подрядные организации. Межтым предприемство нарушивает объёмы вытворчасти. До конца года штудённый выпуск продукции повинен повележиться больше, как на 60%. При этом основная частка выработанного будет поставлена на экспорт. Для нейтрализации неприемных пахов от вытворчасти специалисты распрасовали и укоранили специальную методику. За меры, которые каждый тыдень проводят лаборатория комбината на предприемстве в санитарной зоне, первышение нормативов по шкодных режимах не выявляюсь. Кировничество комбината кажется, что готово проводить мониторинг на территории усяго Светлогорска и в ближайших вёстках. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, телерадио-компания «Гомель» со Светлогорска. Символ трёх поколений. Сегодня побольше с монументом дружбы на меже трёх славянских краин волонтёры посадили саджанцы древ, которые будут символизовать историю этого уникального места и о её героях. Разом с занятияторами акций на монумент отправилась и наша здымочная бригада. С подробностями Марина Джалая. Виталий Гарбузов зараз працует директором Добружского районного краезнавчего музея. До монумента «Три сестры» приехал в якости волонтёра. Хёнмара Цяптымка, на гэтый месяц знову состракалися жихары трёх краин. Те, кого объединало сябровство. Очень хорошее мероприятие. Я считаю, что оно было самым, наверное, массовым из подобных мероприятий в Республике Беларусь. И очень много стало знакомых, как в России, так и в Украине. Мы до сих пор переписываемся, интересуемся, как дела. И хотим, чтобы всё-таки возразился старый формат с участием трёх стран. Три серебристые вербы у ландшафтной композиции. Это напоминь про людей, с яких починалась пригожая традиция, что годовых свят на меже Беларуси, России и Украины. Три вербы меньшего по меру. Это сучасное поколение. Самые маленькие, будучи на шатке. Вот эта инициатива и вот эти три вида деревьев, как три поколения, которые должны символизировать, что те, кто закладывал традиции, есть те, кому их сохранить, и те, кому их обязательно приумножить. Поэтому мы очень надеемся на то, что чуть-чуть времени, и будут снова звучать голоса и смех, звонкий смех трёх замечательных сестёр. Нагадаем, монумент был узведен амаль 45 годов тому, гонор агульной перемоги братских народов в Великой Чинной войне и стал пляцовкой проведения што-годового международного фестиваля. Некалеких годов тому место притягнения сотни у беларусов россиян и украинцев опустело. Монумент стал разбураться. Доручение объеху одновлений дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Программу реконструкции распрацавал Институту Гомель Громадян Проект. На её воссоблении накировали около 2 миллионов рублей за областного бюджету. Я бы хотела, и не только я, я, наверное, выскажу желание всех наших местных жителей, чтобы возродились вот эти встречи. Это настолько все ждали, когда мы соберёмся возле монумента. Встречались родственники, встречались друзья. И было празднично, было торжественно. Очень жаль, что это ушло. Нагадаем, шмат хадоу запар на монументе проводили наибуйнейший международный фестиваль, славянское одинство и молодёжный лагерь «Дружба». По черзе господинами форуму становились и Россия, Беларусь и Украина. Тут выступали знакомитые артисты и вядомые люди. В 2001-м фестиваль наведал патриарх московский у всей Руси Алексий Другим. В 2004-м в святе удельничали керуньки трех держав – Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. У опошнях этот фестиваль принимали российские климова и клинцы, беларусские лоев и ветка. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Добрушского района. В Гомельском городском центре культуры сегодня прошел расистый сход и концерт, примиркованный до Дня наставника. На свято запросили самых лучших, талиновитых и творческих педагогов, как подяковать за пленную працу. Организаторы святошного мероприемства подрихтовали для гостей несколько выставочных пляцовок с музычным сопроводжением. На их можно было ознайомиться с педагогичными династиями областного центра и с местом эссе, написанных наставниками на тему «Гонорусь о своей профессии». Сегодня в системе образования города Гомеля есть чем гордиться. Мы гордимся достижениями наших учеников в олимпиадном движении. Наши ребята прославляют город Гомель далеко за его пределами, становясь победителями международных олимпиад и конкурсов. Наши выпускники становятся достойными продолжателями всех тех традиций, которые заложены в учреждениях образования. Многие из них возвращаются к нам в учреждения образования в качестве молодых специалистов. Зараз в городе працуя свыше 8 тысяч наставников. Улепших представников профессии узнагородили грамотами и подяками. У подарунок усим присутным концерты от гомельских городских оркестров. Виват-музыка. Гомельская областная филармония открыла 53-й концертный сезон. Свято стало подарунком аматорам, выполняющих мастерства в Международный день музыки. Классика, джаз, фольклор, рок. Программа была вельми разностайной. Напевно, это один из редких выпадков, когда в рамках одного концерта слухачь мая макчимасть насолодится музычным ассорти. С подробностями. Явгения Кухаранак. У фойе Громадско-культурного центра гостей вечера сустракает камерный оркестр под керавництвом дирижера-виртуоза Андрея Глазянкова. Это действительно редкость, так близко поглядеть на выканавчое мастерство музыкантов. Разом с этим на великим экране афиши новых творчих проектов филармонии, различные на слухачу с самого грозного взросла. 53-й концертный сезон филармония открывает как нельзя лучше и со всеми своими новыми проектами в сотрудничестве со многими театрами и солистами, и исполнителями. Также у нас на будущий год достаточно много мероприятий, которые хотелось бы, чтобы все посетили и с превеликим удовольствием. Поколь мы писали интервью, дирижер оркестра отложил букпалочку, взялся за инструмент и вышел до публики. Такого поворота падей гости навэты не шокали, а казалось, что Андрей Глазянко виртуозно володая шастю музычными инструментами и выклики на бис были прадказальные. Дараче по зворотах Гамельчан, один из минулогодних проектов, все лета музыканты и вокалисты филармонии так само сыграют на бис, а махчима выступясь программой в райцентрах региона в планах так само покарыць столичную публику. Оркестр в этом году очень много гастролирует. Толчок этому дала программа «In Rock Style», которую мы презентовали в феврале месяце. И она настолько оказалась востребованной, что мы дальше продолжаем работать в этом же стиле. И у нас сейчас предстоят с этой программой гастроли в Бресте, в Чернигове, в Гомеле. Мы по многочисленным просьбам зрителей повторяем этот концерт 18 октября в ДК «Железнодорожников». И в следующем году мы собираемся работать в этом же направлении и выпустить вторую программу, которая тоже будет называться «В стиле рок», но это уже будут, наверное, русские рок-хиты. Сучасная сценография, виртуозное выполнение шедевров сусвятной музыки, неверогодные голосы. Все объединялося одиною музычной фейерой. На сцену в этот вечер вошли все коллективы филармонии. Разом и по особу. И они дарили незабывное уражение. Повенчевать гамельчан и артисту филармонии с Международным Днем Музыки приехали шановные гости, лидеры белорусского гурта «Леприконсы». Только в музыке есть гармония, пускай она будет в ваших душах, сердцах. Музыка – это такая великая созидающая сила, поэтому, конечно, мы представители такого более популярного направления, частушечного. Ну и в наших песнях тоже есть что-то будоражащее, веселящее и заставляющее танцевать и двигаться. Музычные программы, подрихтованные Гомельской областной филармонией, расписаны на некольки месяцев наперед. Тим, кто не смог разделить первое свято сезону с артистами, райм сочить за афишей и делать свой выбор на корысть музыки. Евгения Кухаронак, Ихар Марышченко, телерадио, компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сорвал с плеча пенсионерки сумку и думал покинуть город, но помешали оперативники. Гомельские сыщики раскрыли грабеж, связанный с похищением имущества пожилой горожанки. Злоумышленник подсел к пенсионерке на скамейку, отстегнул шлейку сумочки, выхватил ее и убежал. Грабитель засекла видеокамера наружного наблюдения. Качество записи предоставило сыщикам совсем немного примет, но даже по ним милиционеры смогли узнать и задержать преступника. Мужчина был задержан в Гомеле на привокзальной площади. Это ранее судимый житель Брагинского района. А сумку вернули пенсионерке. Женщина-инвалид по зрению, но даже это не остановило вора. Задержанным сейчас работают следователи. Может, удастся найти. Милиция устанавливает личность мужчины, который, возможно, причастен к пропаже пакета, принадлежащего другому человеку. Вот фотография подозреваемого, который, как предполагают гомельские правоохранители, прихватил с остановки улицы Ленинградской чужой пакет с вещами. Инцидент произошел в Новобелецком районе Гомеля 18 сентября около 15 часов дня. Если кто-либо узнал на фотографии этого мужчину, просьба сообщить об этом в милицию. Вероятная причина пожара – попадание молнии. В Рогачевском районе горел жилой дом. Мощный электрический разряд, как предполагают в МЧС, мог спровоцировать возгорание. ЧП произошло в деревне Тихиничье. Пострадавших нет, но повреждена обшивка строения. Как сообщили в МЧС, чтобы защититься от подобных природных явлений, рекомендовано устанавливать в домах системы молниезащиты. Молодожены спасли водителя от гибели около населенного пункта Приборгомельского района. ДТП произошло еще 29 сентября. О нем мы сообщали ранее. Однако накануне стало известно, что из беды водителя вытащил молодой супруг, который, снова испеченный женой на такси, возвращался домой с собственной свадьбы. В населенном пункте Пионер их остановил парень, который попросил помощи. Пассажиры такси увидели, что горит автомобиль Рено, который съехал с дороги и врезался в дерево. Не раздумывая, жених бросился на помощь. Он выломал заклинившую дверь иномарки и извлек из салона водителя, а жена в это время вызвала скорую и МЧС. Спасатели потушили машину, а медики доставили водителя в реанимацию. 16-летний парень, как предполагается, управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Фура съехала в Кювет неподалеку от Добруша. Авария произошла накануне вечером. Водителю больше груза не уступила дорогу иномарка, которая выезжала на трассу. Столкновений избежать не удалось. В итоге легковой автомобиль получил повреждения, а фура съехала в Кювет и опрокинулась. Водители транспортных средств не пострадали, чего не скажешь о машинах. Легковушку эвакуировали с места ДТП накануне, а сегодня из России приехали представители компании-перевозчика, чтобы поднять большой груз и собрать товар. А в Гомеле внедорожник накануне вечером в районе остановки гостиницы «Турист» снес рекламный щит. Водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в стенд с афишами. Никто не пострадал. ГАИ проводит проверку и выясняет состояние водителя. В Гомеле завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Схему, которая три года работала как часы, заработали родные братья. Один из них являлся руководителем ООО, другой – индивидуальным предпринимателем. В сговоры по уменьшению сумм налоговых платежей вошли также тесть и сосед главного фигуранта уголовного дела. Начали расследование сотрудники финансовой милиции. Они установили, что сумма недоплаченных налогов на прибыль, часть которой на протяжении нескольких лет удавалось скрывать нарушителям, составила 135 тысяч рублей. Главный учредитель регулярно переводил деньги организации на счета своего брата и друзей предпринимателей за якобы оказанные услуги. Таким образом, сумма налога на прибыль была постоянно минимальной. Но фиктивную схему раскрыли сотрудники управления департамента финансовых расследований. Дело направлено в суд, а ущерб добровольно возмещен нарушителями. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский локомотив отправится на чемпионат мира по футболу среди железнодорожников во Францию. Турнир пройдет 6 по 12 октября. Белорусская сборная вместе с командами Бельгии и Швейцарии попали в группу Б квалификационного раунда. Трио поборется за главный железнодорожный трофей с сильнейшими командами из группы А Франция, Болгария, Германия и группы С Россия, Индия, Словакия. Первым соперником гомельского локомотива станут футболисты сборной Бельгии. На следующий день 8 октября белорусы сразятся с командой Швейцарии. Напомню, в 2015 году гомельчане завоевали чемпионский титул, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти. При этом галкипер белорусской сборной Андрей Селивончик установил новый рекорд спортивного союза железнодорожной отрасли, продержав сухими свои ворота 349 минут. Футболисты футбольного клуба «Гомель» Андрей Васильев и Руслан Болов провели мастер-класс для первоклашек средней школы номер 45. Урок длился всего 35 минут, однако он получился продуктивным и веселым. После разминки футболисты показали школьникам несколько простых упражнений с мячом, а также поучаствовали вместе с ними в игре на ловкость и реакцию. В завершении мастер-класса и зелено-белые, и первоклашки провели 10-минутный товарищеский матч. Завершился мастер-класс, автограф сессии и совместным фото на память. Школа дзюдо олимпийского чемпиона Игоря Макарова открылась в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Новый зал открыт для всех желающих. Покорить дзюдо здесь могут даже те, кому за 50. Нынешний тренировочный зал стал четвертым по счету в областном центре. Еще три функционируют в гимназии номер 46 имени Блеза Паскаля, средней школе номер 44, а также Ириненской гимназии. Однако, в отличие от школы в ГГУ, в них обучают детей в возрасте от 4 лет и старше. Гомель примет два международных турнира по Кио Кушин карате. 20 октября в областном центре пройдет молодежное первенство Сакура над Сожем среди юношей и девушек 12-17 лет и Кубок Гомеля среди спортсменов старше 18 лет. Состязания пройдут под эгидой Кио Кушин Волд Юнион в рамках мероприятий Белорусской ассоциации Кио Кусин Кай. Эти соревнования станут контрольной работой перед предстоящим чемпионатом Кио Кушин Волд Юнион который состоится в декабре 2019 года в Нур-Султане. Мероприятия пройдут во дворце легкой атлетики. Пять воспитанников с Дюшор Гомельского района стали призерами на Кубке Беларуси по самбо среди мужчин и женщин которые прошли в Барановичах. В весовой категории до 52 килограммов у женщин победила Диана Жукова из Терешковичей. Ею ступила Александра Козел из Новой Гуты. В весовой категории до 48 килограммов завоевала серебро Виктория Мажуга и бронзу Алина Рубцова из Новой Гуты. Еще одну бронзовую медаль взяла Енина Дубенина начинавшая свой спортивный путь в агрогородке Бобовичи. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова